Рада всех приветствовать на моем канале. Сегодняшнее видео о проделанной работе к первому видеоотчету в совместном проекте Жанна Ронн. Называется проект Бофит Рес 2021. Итак, начнем. У меня был представлен наборчик коттедж. В этом наборчике восемь кошечек. И, вышивая, я подумала, что, наверное, это будет у меня кошкин дом. Итак, жили-были дед и баба, и был у них кот-бегемот. Жили они, поживали, да добра наживали. И вот настал какой-то день, когда всё в жизни стало прекрасно. Не только у них, но и у всех. Полетели самолеты, поехали поезда, поехали экскурсионные автобусы. И дед с бабой работали, работали, поливали свой огород, кормили свою козу, косили траву. И дед с бабой засобирались в отпуск. Кот-бегемот подумал, ну и хорошо, пусть мои питомцы едут. Так он называл своих хозяев. Отдохнут, а я тут без них по-хулиганю. И вот дед с бабой отметили свой отъезд песнями, частушками, игрой на гармошке. Коза им подпевала тоже с гармошкой. Собрались, отдали последние указания коту. Вот хозяйка нарядилась и уехали. Кот даже и не знает куда. То ли в Европу, то ли в Солнечную Италию, то ли в Южную Америку. Остался кот один. Жить-поживать, да добра наживать. Вот сидит он день, сидит два. Кошачьих дел много. Нужно и шерстку почесать. Нужно и когти поточить. Нужно самому поесть, да еще выпустить козу погулять. Сено поискать. Загрустил кот. Одному не сладко. Питомцев в доме нет. Уехали. Что же делать? И вдруг в какой-то день раздался стук в дверь. И тихий-тихий голосок. Кто-кто в доме живет? Кто-кто в красивом коттедже живет? Это я, кот-бегемот. А ты кто? А я кот-обормот. Пусти меня к себе жить. А кот-бегемот спрашивает. А что ты? Ты, вот кот-бегемот, умеешь делать. Кот-обормот отвечает. Я буду дом охранять. Буду свет зажигать. Буду цветы поливать. Пусти меня жить в дом. Вместе будет весело. Ну, кот-бегемот пустил кота. И зажили они вместе. Кот-обормот составил ему хорошую компанию. Охранял двор, гонял мух, собак, поливал цветы. Так они и зажили. Продолжение сказки вам расскажу в следующем своем видео-выпуске. Как раз отошью, возможно, еще одну комнату. Из сказки узнаете, жили ли коты вдвоем, либо к ним пришли в гости еще питомцы. А сейчас, серьезно, я отшила по наборчику от Боффи Трец. Он называется коттедж. Одну часть. Одну комнату. Там на превью есть четыре комнаты. Сейчас я вам постараюсь показать. Уберу тут свои игрушки. Вот оно превью. Сейчас камеру я переведу. Вот оно превью. Я отшила вот эту вот зеленую комнату. Начинала я не снизу. Начинала я от середины. А на середину это где-то вот это окно. Вот это вот окно. Сначала я тут, конечно, и понять не могла, что у меня к чему. Цветовые пятна. Очень такие большие. Непонятно, что и что. Но я, как любитель, конечно, бэкстича в этих наборах, сразу вам скажу. Так интересно тут все получается. Отшив вот тут буквально несколько у меня пятен. рыжих-белых от шеф-бэкстич. Тут появляется кот. Вот тут вообще непонятно, что у нас было. Какие-то, я не знаю, что какие-то пятна. Оказывается, это камин. Вот они сели. Кот-обормут сидит на окошке, охраняет дом. Кот-бегемот сидит у камина, занимается своими делами. Растопили они каминчик. Вот у нас идет из трубы дым. Цветочки у них растут. Так вообще интересно все получается. Вот этот аквариум, там всего, по-моему, девять крестиков. Из девяти крестиков получилась золотая рыбка. Очень интересно. Очень. Хочу, конечно, на данном этапе отшива сказать, что я начала наборчик вышивать именно с этой комнаты. Не только потому, что советует производитель вышивать от середины, но и потому, что, конечно, зеленый любимый мой цвет. Тут в наборчике будет несколько комнат. Розовая, желтая, полосатая. Будет, первый этаж будет полосатый. И, конечно, зеленая комната очень получилась у меня такая позитивная. Вообще, для тех, кто хочет вот такой зимой, весной поднять себе настроение, вышивайте наборчики от Бофи Трэдс. Очень яркие краски здесь, очень яркие ниточки. Очень все такое прекрасное, позитивное, несущая радость. На этом хочу закончить свое видео. Заходите ко мне на канал, ставьте лайки, подписывайтесь, если вам нравятся мои видео. Всего вам хорошего. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!»